В прямом эфире репортера новости в студии. Для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Сегодня с утра возле Одесской мэрии снова было неспокойно. Перед началом сессии в здание попытались зайти десятки человек, которые представились активистами ряда общественных организаций. В зал заседания их так и не пустили, а вместе с ними и нескольких журналистов, несмотря на то, что представители СМИ предъявили удостоверение. В итоге журналистов все же пропустили через боковой вход, а для всех, кто так и не попал в зал заседания, транслировали на экране, который установили возле здания мэрии. Ну а тем временем продолжение 19-й сессии Горсовета было достаточно жарким. Миллиардный кредит у Госбанка, очередные деньги коммунальному теплоснабжению и проект нового микрорайона Натаирова. Несмотря на протесты оппозиции, почти все спорные решения удалось принять. На сессии попывал Константин Гречаный. Продолжение 19-й сессии Городского совета. Центральный вход в здание мэрии вновь заблокирован. Его охраняют неизвестные в спортивной одежде. Вероятно, чтобы не допустить активистов, митинговавших на улице. В сессионном зале страсти кипят не меньше, чем при входе в здание. Депутаты обсуждают проект решения, который позволит мэрии взять 1 миллиард гривен кредита у Государственного Укргазбанка. Ставка 17,5% годовых. Если премьер объявил капитальный ремонт страны, то мэрия – капитальный ремонт города. Кредитные средства пойдут на ремонт дорог, теплотрасс, фасадов, лифтового хозяйства и другие расходы. У оппозиционных депутатов возникают сомнения насчет возможности освоить эти средства за оставшиеся пару месяцев до конца года. Особенно в канун сезона холодов и обильных осадков, который усложнит ремонтные работы. Они должны быть, как вы правильно заметили, в течение этого финансового года должны быть закончены. Я считаю, что большинству проектов будут проблемы. Если их добросовестно исполнять, не для того, чтобы вложиться в сроки, а для того, чтобы добросовестно делать, в это будут проблемы с выполнением их и с качеством работы. Почему так поздно? С одной стороны, мы выходим с данным предложением. Первое, для того, чтобы оформить документы на уровне Министерства финансов, мы должны подготовить большой пакет документов, в том числе годовой отчет. То есть это срок апрель-май. Почему в данной ситуации мы не в апреле-май, а начали в августе рассматривать этот вопрос? Потому что те средства, которые были у нас сформированы в бюджете развития на различные наши проекты, их на тот момент, можно сказать, было достаточно. Большинство муниципального собрания поддержало инициативу Департамента финансов. 44 человека за, лишь 7 рапротив. Также депутаты выделили дополнительные средства на долги коммунального предприятия теплоснабжения города Одессы. Предприятие уже много лет получает весомую помощь из городской казны, чтобы избежать банкротства. В рамках программы энергоэффективности город планирует отказаться от поставок горячей воды. Авторы проекта говорят, из-за нерентабельности услуги. Закончив с финансами и энергетикой, Горсовет приступил к транспорту. Депутаты решили внедрять систему электронного билета в троллейбусах и трамваях за счет частного инвестора. Он получит 10% прибыли от транспортных перевозок. Инвестор за свой счет строит систему, сопровождает ее, обслуживает и город, не вкладывая ни копейки, получает, скажем так, для жителей удобство при внедрении этой системы. Получает удобную систему планирования маршрутной сети, пассажирской сети, публичного транспорта. Повышает количество собранных средств от пассажироперевозок. Повышается туристическая привлекательность. Сергей Тетюхин подтвердил, что программа обновления городского электротранспорта будет выполнена в срок. До конца текущего года мэрия получит 47 троллейбусов белорусского производства. Напомню, их закупили за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Первый троллейбус в данный момент проходит процедуру растаможки. А вот троллейбусное депо в районе авторынка «Успех» перенесут. Застроят и сам рынок. Здесь планируется территория высотной жилой застройки. Депутаты дали добро на разработку детального плана этой территории. Напомню, что мэрия несколько лет судилась с администрацией «Успеха». В результате муниципалитету удалось вернуть торговые объекты на территории рынка в коммунальную собственность. Константин Гречаны, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила свой состав. Изменения утвердили на заседании исполнительного комитета, который состоялся после сессии курсовета. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал пересмотреть полномочия комиссии, отвечающей за пожарную безопасность учебных заведений. Ради проверок в школах городской Голова даже готов прервать учебный процесс. Вместо начальника главного управления ГСЧС Украины в Одесской области мы включен начальник 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Одесской области по согласованию с командами, с руководством этого управления, в компетенцию которого входит обеспечение пожарных спасательных мероприятий по городу Одессы. Это первое. И второе, в связи с реорганизацией вместо начальника Одесского городского управления Главного управления Государственной санитарной и эпидемиологической службы в Одесской области, Главного государственного санитарного врача города Одессы, в состав комиссии включен начальник управления Госпродпотребслужбы в городе Одессы. Я хочу, чтобы у нас была обратная связь. Иссознанное распоряжение, контроль, доклад и устранение недостатков. Если надо остановить работу дошкольного учреждения, школу, то есть будут остановлены. До тех пор, пока не будет наведен порядок и наши дети не будут безопасны. В целом 26 вопросов члены исполнительного комитета приняли без обсуждений. После исполкома городской голова ответил на вопросы журналистов. По его словам, доставка обещанных автобусов из Турции задерживается в связи с отставкой мэра Стамбула, а Одесская ТЭЦ после ремонта теплокоммуникации останется в коммунальной собственности. Мы сегодня вкладываем средства в нашу коммунальную софту, в наши предприятия. И у нас нет планов сегодня, если кто-то себе рисует, провести ремонт или модернизацию за средства бюджета, чтобы потом эффективно кому-то его передать. Таких планов даже в мыслях не было. Поэтому будьте спокойны. Мы хотим, чтобы наш город не терял сегодня те потери, которые теплопотери у нас есть. Они уже вышли за все допустимые размеры и параметры. За все, что возможно. На Таирово упавшая ветка повредила три автомобиля и электропровода. Чудом никто не пострадал. Люди говорят, что долгие годы жаловались на аварийность дерева, но никто не реагировал. Коммунальщики наоборот утверждают, хотели спилить проблемное дерево, но жители окрестных домов встали на защиту зеленого насаждения. Шурин заработал, кредит выплачивал за него, за эту машину. И так вот все произошло просто. Обидно. Валерия не аварийная была. Просто лет 5-6 назад, когда была реконструкция района, я хотела их всех спилить. Сзади один тополь огромный спилили. Вот тут, если вы пойдете в ряд, подрезали, омолодили тополя. Вот это мы тоже подрезали тогда, но жильцы не дали. Они меня проклинали и кричали, что я их лишаю кислорода. Моряк из Одессы Андрей Носков пропал с борта контейнеровоза, который направлялся из Австралии в Сингапур. Носкова видели на палубе судна 29 сентября вечером. Утром на следующий день Одессит не вышел к завтраку. Поиск силами экипажа результата не принес. Расследование будет продолжено по прибытию судна в Сингапур. Ожидается, что это произойдет 12 октября. МИД Украины, а ситуация осведомлен. В нормальном состоянии духа, в нормальном настроении, никаких конфликтов в команде у него не было. Каюта персональная, вечером к нему и ночью никто не заходил. С утра, когда моряк не вышел к завтраку, собственно говоря, и обнаружилась пропажа. По информации, которую родственникам представили тех, кто остался на борту экипаж, они возвращались и организовывали спасательную операцию. К сожалению, в каких объемах это было? То есть, если следовать строго морским кодексам, то это надо было сделать до той точки, в которой последний раз видели моряка. Первое заседание по обжалованию меры пресечения Евгению Мефедову и Сергею Долженкову, которых после оправдания по делу 2 мая задержали по новым эпизодам, закончилось безрезультатно. Защитники сразу же обратили внимание суда на разногласия в едином реестре досудебных расследований. В 2015 году им инкриминировалась первая часть статьи 110-й посягательству на территориальную целостность, а теперь им предъявлено подозрение по второй части этой статьи. С 3 декабря 2015 года по 18 сентября 2017 года, более 2,5 лет, правовая квалификация данного правонарушения не менялась, что свидетельствует о том, что в редакции Уголовного кодекса, который действовал до 8 апреля 2014 года, данное уголовное производство должно уже было быть давно закрытым, поскольку истекли сроки привлечения лиц к уголовной ответственности. Вместо этого, 18 сентября 2017 года, следователь Управления службы безопасности Украины в Одесской области, некий Артемчук, вносит постановление о переквалификации, об изменении квалификации уголовного правонарушения и меняет на часть вторую статьи 110, которая, опять же, на момент действия Уголовного кодекса до 8 апреля 2014 года, предусматривала возможность санкций в виде ограничения свободы от 3 до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок. Кроме этого, адвокаты указывают на то, что в реестре также изменились фамилии следователей и орган, который ведет следствие, что, по их мнению, является нарушением действующего законодательства. Заявленное Долженковым ходатайство об отмене меры пресечения, учитывая отбытый срок в СИЗО, суд отклонил, как и ходатайство его адвоката на предоставление медицинской помощи. Защита Долженкова не видит реальных обвинений в посягательстве на целостность страны. Не может быть призывом к нарушению территориальной целостности «Слава Руси», такие слова, как «Слава Руси», не может быть призывом к нарушению территориальной целостности поздравления николаевцев с днем освобождения от немецких фашистских захватчиков их непосредственно города. И, к большому сожалению, сейчас подминаются истинные означения этих слов и пытаются, максимально пытаются преподнести нам это как проявление сепаратизма, хотя к сепаратизму не относятся вообще никак это. В отношении двоих обвиняемых апелляционный суд принял одинаковое решение перенести заседание на 6 октября и потребовать от Киевского райсуда предоставить документы, подтверждающие, что следственные судьи не влияли на систему автоматического распределения дел, так как коллегия усомнилась в законности ареста фигурантов. Судебное заседание по делу Демьяна Ганула снова перенесли, в этот раз причиной стало отсутствие потерпевшего в зале. Видите, судовые процессы затягиваются со стороны, скажем так, опосы. Такое ощущение, что мы находимся где-то в России, напевно, потому что полностью сейчас действуют против патриотов, против активистов. Они считают, что моя социальная работа как-то заважает державотворению или державотворению украинской нации. И поэтому считаю, напевно, что в уязнице я приношу больше пользы нашей стране и общественности. Хотя это совсем не так. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения. Общественная организация «Зеленый лиц» сообщила о готовности взять активиста на поруки. Ранее суд избрал Ганулу меру пресечения в виде личного обязательства. Во-первых, мы активно сотрудничаем с общественной организацией «Волочный фронт». И непосредственно Демьян Ганул участвовал и участвует в высадке зеленых насаждений и, в частности, перед облгосадминистрацией на французском бульваре. То есть все те важные для формирования гражданского общества мероприятия, их поддерживает непосредственно Демьян Ганул. Ну а я тем временем напомню, что Ганулу обвиняют в нанесении побоев полицейскому перед концертом Ирины Билок, который прошел 8 июня на Черенушке. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!